здравствуйте робот-пылесос буду проводить профилактику и частичную разборку для ознакомления пылесборник снят по поводу пылесборника не советую его промывать вместе с фильтром желательно вытряхнуть мусор фильтр достать и постучать почему-то твердому над мусорным ведром но оптимально конечно было бы при наличии компрессора продуть в обратную сторону но еще можно надеть на обычный пылесос мебельную щетку с узким отверстием и прочистить что я сейчас и сделаю если промывать водой то со временем высохшая пыль налипнет на фильтрующим бумажном элементе и намного ухудшит его пропускную способность придется его менять раньше срока данный фильтр промывался и видим сколько тут налипшей пыли далее прежде чем перевернуть его отключим вынимаем основную щетку метелку можно открутить поворотное колесо не разбирая можно очистить или зубочисткой или у меня есть вот такой тонкий пинцет окошки датчиков падения тоже нужно регулярно очищать какой-то мягкой тканью ватной палочкой и не агрессивной жидкостью чтобы не замутнилась прозрачность пластмасса то же самое нужно сделать и с боковым датчиком для проверки износа расходных деталей и состояния датчиков включим пылесос и подключимся к нему через приложение my home выбираем зеленую иконку приложения my home робот-пылесос и в правом верхнем углу три точки нажимаем здесь мы видим меню обслуживание нажимаем и видим что ресурс фильтра 21 процент боковой щетки 41 и так далее чтобы сбросить датчики после обслуживания нужно нажать да в итоге видим что состояние датчиков обновилась и аналогично нужно делать после замены щеток и фильтра заказывать расходные детали я буду на алиэкспресс тут есть множество вариантов как по отдельности так и в комплекте я выберу из пяти штук два фильтра две метелки и одна рабочая щетка стоит это около 12 долларов далее посмотрим как он устроен внутри откручиваем по кругу шурупы и и и и и и достанем аккумулятор 16 и 8 вольт 5200 миллиампер часов теперь открутим шурупы бампера он из видим ультразвуковые датчики и можно тщательно очистить окошки датчиков падения также открутим и задний бампер попробовал его отжимать лопаткой в разных местах и не получается или где-то защелки пока это отложу буду разбирать дальше снимем колеса вставляется в разъем откручивать надо три винта внутренний здесь и один тоже внутренний далее попробуем достать модуль щетки вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще нужно достать поворотное колесо... Оно просто вставляется на штифте... Когда все раскрутил... Начал легко отходить... Бампер... Возможно, его что-то держало... Сейчас посмотрим... И так... Он крепится двумя винтами... Вот здесь... Еще один под пломбой... Ну вот... Собственно, и... Все устройство... Здесь стоит... Лазерный дальномер... Разбирать я уже не буду... Я думаю, и так понятно... Стоит привод... Вращается... И ориентируется в пространстве... Тоже достаточно... Собралось пыли... А это... Турбинка... Здесь же можно и... Промыть фильтр... Тут... Два микрика... Которые тоже могут выйти из строя... Сейчас я это все... Хорошенько прочищу... И буду собирать... Прежде чем поставить... Вытащил колесико... На него намоталось много волос... Вынимается оно легко... Поддев снизу чем-то... И вставляется... Защелкивается... Возобновление уборки... Паузы... Возможно, кому-то будет полезно... Спасибо за просмотр... Возвратно... Паузы... С실czy,